Панферодина Команда относительно новая Мы собирались зимой Сыгрывались на зимнем кубке Играя еще за электриком В Португалии Команда набрала неплохой ход С самого начала Мы с первых матчей пытались сыграться Практически никого не знали Хотя основной костяк команды Держался вместе и в предыдущих сезонах За другие команды выступая В Сегунде У нас пока дела идут хорошо Идем на третьем месте Хотелось бы выше Мы стараемся по максимуму набирать очки Цельный сезон выйти в премьеру Это наша основная задача Первые соперники наши По предыдущим семи турам Достаточно серьезные Уровень лиги высокий Мы ожидали такого 13 очков после семи матчей Неплохо Набираем ход Стараемся Пока у нас все хорошо Ну прекрасно Смотрю Выиграли у Альмерии Со счетом 3-1 Можешь что-нибудь рассказать про эту игру? К сожалению На самой этой игре я отсутствовал Поскольку у нас в команде Порядка 20 человек И на каждую игру ездить не получается По словам ребят Игра была не из легких Но уверенно победили Реализовали больше моментов Чем соперники И заслуженно победили Вот такой вот еще у меня вопрос возник Панферодина Почему именно вот такое название выбрали? Поскольку мы еще в зимнем кубке Играли за команду из Португалии И мы решили оставить второй состав В Португалии А основу перевести в Испанию И из предложенных нами вариантов Мы посчитали, что мы не хотим брать Команды, которые в настоящем футболе Находятся в лиге BBA Там была, по-моему, Собода Рая Великана Как раз Которая уже вылетела, кстати Ну, в реальном футболе Да, и мы решили взять Такой красивый, как Панферодина Чтобы об этом клубе тоже узнали Основная масса фанатов футбола Вот Вот, собственно, так мы и выбрали Отлично, знаешь, мне лично очень нравится Это название, наверное, самая красивая Северная команда Да, мне тоже нравится Вот А на зимние кубки Вы играли именно на стадионе ЦСКА Вот это, да? Да, да, да Расскажи про него поподробнее Не ставили перед собой никаких задач По поводу выхода Мы, конечно, старались зацепиться за выход Но на зимние кубки произошла какая-то некоторая задержка У нас в итоге отменился плей-офф И поскольку там было очень много дивизионов Мы были в дивизионе Ж, по-моему То есть их было очень много Да, команд 100, по-моему, был Да, на групповом этапе это все закончилось В тройку мы не попали Но наша главная цель была сыграться Познакомиться, чтобы когда начнется сезон Мы были уже более-менее сыграны И показывали достойные результаты Красивую игру Ну я смотрю, что зимний турнир явно вам пошел на пользу Еще вот, знаешь, заходил на вашу заявку Посмотреть состав Ну именно перед программой, когда готовился И увидел в вашем составе Криштиана Роналда Он даже провел одну игру Можешь это объяснить ситуацию? Просто у нас в команде собраны олигархи Можем себе позволить Мы заявили Криштиану Мы связывались с его агентом С Ириной Шейх, наверное, раньше связывались Она приезжает к нам на игру Она нам водичку подносит Вот И мы сказали, типа, Криштиану А почему, почему нет? Тебе после травм надо восстановиться Почему бы не поиграть за любителей? Докажи, что ты настоящий профессионал Настоящую Испанию сможешь сыграть, да? Да, сможешь не только за Реал, но и за Панферадину затащить И он провел одну игру Невнятно, правда Даже голевая передача не знала В скамейке, наверное, поселила Но мы его заменили на второй тайм Потому что такая была игра напряженная Мы играли с Лос Пальмасом И нам надо было кровь из носа побеждать И мы такие попросили его просто присесть И купили ему бутылку воды Отправили на его на самолет Сказали спасибо Но он нам не подходит И какие отношения после этого с Роналом? Ну, он извинялся долго Сказал, что не в форме Извините, ребята, там, подвел Ну, мы не стали его ругать Сказали, ладно, иди за бешеной бабки Играй в Реале Мажор Вот, в общем, так Ну что ж, когда мы еще готовились к программе Было несколько вопросов На которые, я думаю, стоит ответить Сколько помню, был вопрос От футболиста Лос Пальмас По поводу самой трудной игры Пока зайти Прошедшие 7 туров Расскажи об этой игре Недаром спросил у нас Форвард Лос Пальмаса Денис Тут соврать не получится Это была действительно одна из самых напряженных игр Учитывая то, что состав Лос Пальмаса Ну, не большинство, а некоторым ребятам Знаешь, команд был знаком Поскольку играли раньше в Фрайбурге, в Германии Очень тяжелая была игра Быстро открыли счет Быстро получили ответный гол И очень большой промежуток времени Мы не могли забить гол Мы давили Соперник огрызался Но второй гол назревал Как у нас Как у Лос Пальмаса Но он не заходил в рота Вот просто не заходил мяч Минут, наверное, 30 или 40 Была ничья 1-1 Мы осаждали Навешивали угловые постоянно Пытались что-то придумать Курьезный гол второй Вот, что называется Затолкали Игра более-менее успокоилась Соперник завладел инициативой На какое-то время Пытался сравнить счет Но мы на контратаке поймали Забили третий гол Наверное, где-то дали слабину Получили второй И заключительные 10 минут Мы пытались вот Собраться, не расслабляться И отстоять нашу победу Что нам удалось Победили 3-2 Но игра была очень действительно тяжелая То есть пока такое Самое яркое, наверное, воспоминание От этого чемпионата Да, да, да Очень тяжелый был Так, ну вот Глядя еще и на таблицу И посмотрев вопрос Был как раз задан такой вот Вопрос, может быть, с подвохом Может нет Самая непредсказуемая команда Чемпионата, на твой взгляд Из Сегунды Ты знаешь Наверное Это все-таки Вот я колеблюсь между Кастилией и Лас-Пальмосом Потому что Вспоминая результаты Первых матчей Вот, например, с Кастилией Мы ожидали тяжелой игры очень Но там произошла какая-то Неразбериха с составом И в итоге получилась Относительно легкая победа 6-2 Неожиданно даже, наверное Даже неожиданно, да Что такой крупный счет Наверное Нельзя особо Оценивать игру Кастилией По этому матчу Вот Лас-Пальмос тоже Выдает результаты Например, мог посмотреть Результаты Одержали крупную победу А в другом матче Команда Уступала Вот я помню И Неркулес, по-моему, да Очень крупно проиграли Кажется, да В первом туре Что-то там совсем неприлично Но тоже Это не означает, что Лас-Пальмос совсем Там никуда не годится Нельзя судить по одной игре И вот, например Вот когда мы играли с Лас-Пальмосом Была очень тяжелая игра А сейчас в последнем туре Они сыграли с Айбаром 3-3 Очень напряженный матч Видимо был И Сложно вообще сказать Пока про команды Все Поскольку не со всеми командами Мы играли Наверное, это говорит Про уровень чемпионата Про то, что нету явных лидеров Нету явных аутсайдеров Все команды примерно равны И Посмотрим Как сложится для нас Турнир Вообще ожидания пока чемпионата Оправдываются Твои? Да, наверное Оправдывается то, что Все 14 команд Примерно одного уровня Нету тех, кто Шибко профессионалы Которые могут Уничтожать всех соперников И Не замечать их Но и нету тех, которые Все проигрывают Примерно уровень команд Равный Уровень игроков Тоже примерно равный Чемпионат Очень напряженный И это как раз таки то Чего мы все ждали Чего нам всем нужно Ну что ж, отлично Тогда предлагаю Поговорить немножко О результатах игр Пока обзоров Насколько я знаю нет Поэтому будем только с тобой Ну и так Немножко предугадывать Может как развивалась игра Вот А о твоей мы поговорили Команде Реал Сарагоста Рая Валикана Видел ли какие-нибудь команды Можешь ли что-нибудь О них сказать С Реалом Сарагоста Мы играли Во втором или третьем туре Очень Такой Наверное Один из самых неудачных Наших матчей Потому что Так же как и с Ласпалем С 40 минут У нас не заходило В ворота абсолютно ничего Мы могли и доминировать Какие-нибудь там 15 минут Жестко завладеть мячом Не выходить С половин поля соперника Но мы уступили Реалу Сарагосте 3-1 Насколько я помню По Рае Валикана Ничего не могу сказать Ничья 1-1 Это Говорит наверное Только о том Что Рае Валикана Так же Серьезный соперник Пускай он сейчас Находится на 11 месте Но Все равно такие соседи С Сарагоста Смотри С Сарагоста на 9 Рае Валикана Разница в 1 очко Ничья закономерна Наверное Но по уровню игры Рае Валикана Не могу ничего сказать Поскольку с ним Незнакомы Не играли еще Опять же Это лишний раз Доказывает Что у нас все команды Будут примерно На одном все уровне И это очень даже неплохо Совершенно Ну и предлагаю Перейти к следующей игре Лас Пальмаса И Бар 3-3 Лас Пальмас Ты знаешь отлично И Бар Команда неизвестна не тебе И особо неизвестна мне Поэтому Тут только Наверное Тоже предположить Что игра Опять же была равна Да С Ибаром нам предстоит Играть по моему Через 2 или через 3 тура Вот Уровень игры Лас Пальмаса знаю Не удивлюсь Если Лас Пальмас Доминировал Этой встрече Но Ничья закономерна Незакономерна Тоже сложно сказать Но глядя на таблицу Ибар На 1 очко Опережает Лас Пальмас Соперники довольно-таки равные Значит Ну Я наверное тобой тоже соглашусь Судя по турниру Таблице Это так Потому что Лас Пальмас идет на 10 Ибар идет на 8 А мы перемещаемся К следующей игре Эркулес Гитафи 5-2 Но тут в принципе Все-таки класс команд Немножечко разный Эркулес Победил 5-2 То что счет крупный И довольно неудивительно Поскольку в первом туре Именно Эркулес Разбил Лас Пальмас Там что-то Около 15-0 Кажется Или 11 Это довольно большая загадка Вышел ли Лас Пальмас На это поле Но Эркулес Мы Эркулесу проиграли 1-2 Поза в прошлом туре Кажется И не секрет Что команда очень сильная Вот она имеет Одну игру в запасе Насколько я знаю Вторая в таблице Да-да-да И уже может цель Принципиально первое место Очень серьезный соперник Наверное главный конкурент Всех команд Наверное пока По 7 играм По 6 играм Фаворит чемпионата Ну и знаешь Очень неплохой состав Имеет судя по всему Потому что Вот составлял сборную туры И 2 игрока уже попали в нее То есть У Эркулеса кажется Лучший бомбардир чемпионата По системе был Плюс пас тоже По-моему лучший У них один и тот же человек Очень сильный подбор Гитафи остается только пожелать удачи Потому что 5 очков в 7 играх Но Я думаю что это только начало В любом случае Ребята поднимутся А мы переходим К другим играм Валидолит Кордоба 3-3 Играл с кем-нибудь Из этих команд С Валидолитом Играли В третьем туре Мы сыграли тоже Довольно результативную ничью 2-2 Насколько я помню В этом матче Мы открыли счет Но потом быстро пропустили 2 И сравняли счет под конец игры Замели мы с пенальти Кажется Команда Валидолит Судя по тому что Ничейных результатов У них больше чем побед и поражений Также имеют игру в запасе Сложно сказать Потому что когда мы играли С командой Валидолит Игра была Если не равна То тогда Я отдам предпочтение Валидолиту Поскольку игра была тяжелая В плане того что Нам было тяжело выходить из обороны Переходить в атаку Было очень сложно Также игра в запасе Я скорее всего думаю Что если эта игра не с лидерами То Валидолит сможет победить Поднимется в таблице Где-то на 8-7 место То есть вообще да Непредсказуемо Да Вот ты спрашиваешь про команды Сложно говорить Потому что Если мы играли с командой То один раз И ни одной проходной игры Не было у нас Ни с кем Ну если не считать Игру с Кастилией Которую наверное Нельзя Это наверное исключение Поскольку вратаря там не было Насколько я знаю Стоял полевой игрок И Уровень команд Еще раз повторюсь Примерно одинаковый То есть Я не удивился бы Если бы Аспальм Сейчас был третий Или Сарагоса Была бы в двойке Знаешь Твои слова Явно подтверждают Результат матча Депортиво Со спортингом Потому что Ребята из спортинга Приходили на тот эфир Вот И я был абсолютно уверен К победе на Депортиво И тут бац 3-1 Команда 14 Играет с командой Которая находится На третьем-четвертом месте И вот такой вот результат Но Где только не у нас Такой может быть Согласись Да Тем более что У Депортиво Первая победа была Вообще в сезоне В седьмом туре Перед этим Не была ничья То есть команда Поднимается Наверное да Завелась по новой Старт сезона Видимо не зашел Наверное Команда не ожидала Уровень команд И Просто Наверное сейчас Может быть даже Знаешь Трансферное окно Вот этот небольшой период Когда у нас был Майские праздники Наверное просто набрали состав Скорее всего На это надо Делать акцент Поскольку Команда Панферодина Собралась По сути за одну зиму За трансферное окно Сыгрывалась на зимнем кубке И Уже такой результат Любое трансферное окно Да Оно может Перевесить чашу весов В любую сторону Для любой команды Ну что И вот последний матч О котором Наверное хотелось Поговорить бы И такой Очень интересный Это реал Кастилья Сельта Потому что я лично На том анонте Ломал голову Соберется ли Кастилья Полным составом Или нет Потому что если бы Кастилья На Кастилью Приехала бы основа То я думаю Кстати было бы точно Очень тяжело Кастилья Сельта Это наверное В моих глазах Был Самый интересный Матч Тура Поскольку Кастилья Не вспоминаю Игру с Панферодиной И вот этот результат 6-2 Это не показатель В моих глазах Кастилья не находится Ниже чем Панферодина Уровень команды Я уверен Что высокий Сельта Сельта Вместе с Рокулесом Фавориты чемпионата Их победа С крупным счетом Наверное Все таки удивительно Но победа Сельты Это абсолютно нормально Точно так же Я бы реагировал Если победила Кастилья С минимальным счетом Но все таки Наверное Крупный счет Говорит о том Что видимо Кастилья Состав действительно Наверное Не собрала основной А Сельта На хорошем ходу Одно поражение В пяти последних матчах Команда на подъеме У нас ждет Очень интересный матч С ними Ну что ж Остается вам Только пожелать удачи И наверное Уже перейти потихоньку К канонцам Которые Предвещают Восьмой тур Можно так сказать И у нас сейчас Пока на данный момент Когда мы ведем Программу Расписания нет Может быть Она уже выложена В сеть Но по-любому Когда программа выйдет Мы уже будем знать Время когда Кто с кем играет Поэтому Предлагаю Пойти по порядку И поговорить Например С самого начала Об игре Альмерия Депортива Алавес Вот я лично Поставил бы Сейчас бы на Депортива А не на подъеме Что скажешь Я бы поставил Ничью Ничью Поскольку Прошедшая игра С Альмерией Была Не самой напряженной Но Команда находится На седьмой позиции В самой середине И у нее Ни одного Ничейного результата Единственная команда У которой нет ничейного результата А все бывает Когда в первый раз Плюс Депортива Набрал ход Видимо поднимаются С колен ребята И Они наверняка Жаждут победить Довольно таки Близкого Конкурента Чтобы начать подниматься Из зоны вылета Я думаю Что все таки Будет ничья Да И причем Думаю Что она будет Результативная Но об игре Сарь-то Панферадина У тебя есть Что сказать Все таки Играет твоя команда Это очень будет Важный матч Для нас Поскольку Если мы претендуем На выход В премьерку Нам обязательно Надо брать очки Формально Мы в гостях Поражение Будет конечно Не критическим результатом Но мы его не рассматриваем Мы решили Что в этом сезоне Мы не претендуем На победу Но мы претендуем На выход однозначно И нам очки Брать нужно Здесь нету команд Которые мы Заметно проигрываем Заметно уступаем На которые можно сослаться Что это просто Был сильный соперник Нет Сельты будем сражаться На победу Однозначно Центральная игра Определенный тур Я думаю что да Не потому что Игра Панферодина А потому что Это битва лидеров В турнирной таблице Счет Два варианта Либо игра будет Очень замкнутая Но мы никогда Не играем на удержание счета Даже введя 1-0 Или ничейный результат Никогда Мы всегда играем на победу Пытаемся забивать голы Реализовывать моменты Сельта Сельта я думаю Соберется Она понимает Что в случае победы Мы Сельту обгоняем В турнире таблицы А одну очку разница Это будет принципиальнейшая Игра для обеих команд Я думаю что это будет Очень интересный матч Однозначно Центральный матч тура Я с тобой согласен И наверное все таки Поставлю на боевую ничью Вот так вот Но хочется много голов Лично с моей стороны И давай перейдем К следующей игре Кордоба Лас Пальмас Отлично знаешь Лас Пальмас Поэтому слово тебе Я ожидаю победы Лас Пальмаса Про Кордобу Сложно что-то сказать Ни одной игры не видел В турнире таблицы Они находятся выше Чем Лас Пальмас В случае победы Лас Пальмас Опережает Кордобу На одну очко Ребята из Лас Пальмаса уверенно соберутся Настроятся на победу Благо что В последних двух играх Лас Пальмас не знает побед Очень напряженные игры Но я верю Что они смогут Выйти на уровень побед И одолеют Кордобу На выезде Я бы поставил На Лас Пальмас Но я наверное Все таки поставлю На Кордобу Чисто исходя из Положения в турнире Таблицы И следующая у нас игра Это Спортинг Де Хихон Реал Сарагоса И тут Я даже не знаю На кого ставить Потому что Последнюю игру Мои друзья из Спортинга К сожалению проиграли Поэтому Не знаю как они подойдут К этой встрече Может быть наоборот Настроятся А может быть наоборот Что-то у них будет Сейчас пойдет не так Я склонен думать Что поражение Спортинга Депортива Скорее случайность Поскольку 7 матчей Это какой-никакой Срок Какая-никакая дистанция И Это было первое поражение Спортинга И первая победа Депортива Я склонен считать Что это Не случайный результат Но это как раз Что называется В футболе бывает всякое И Думаю что Спортинг сможет дома Победить у Сарагоса Поскольку со спортингом Вы играли? Нет Со спортингом не играли Со спортингом Мне кажется Что будет очень напряженный матч Поскольку Это вот как раз Наши самые прямые конкуренты За места в тройке И мы Очень ждем Игры со спортингом Надеюсь что Она уже будет скоро Ну что И пока мы поговорим Наверное об игре Рая Валикана Валийдолит Соседи по турнирной таблице Одиннадцатое Двенадцатое место Семь очков Рая Валикана Шесть очков Валийдолита Игра за шесть очков Получается Можно так сказать Да Абсолютно Не могу ничего сказать По этой игре Поставлю ничью Боевую С большим количеством Забитых мячей Возможно Ближе мне победовали Валийдолита Поскольку играли с ними Достойно ребят Ну что Неплохо Гетафи Реал Кастили Гетафи Пора набирать очки Реал Кастили Если он за что-то Планирует Ребята бороться То тоже нужно побеждать Поэтому все Хотят три очка Но мне все-таки Кажется Что здесь Реал Кастили Чисто мое Такое директантское мнение У Реала Кастили Очень интересно Идут матчи Они чередуют победу С поражением Тоже ничья Они пропускают ее Поставлю тоже На Кастили Но не исключаю Что Хетафи Действительно Тоже включится Поскольку Уже пора Выбираться Из этой зоны Но скорее Кастили Ихбар Иркулес Ну тут мне кажется В принципе 70-80% Что Иркулес Заберет Своей три очка Соглашусь Соглашусь Но Как Игрок команды Которая Близка К Иркулесу Маловероятно Но возможно Также неизвестно Как сыграет Лас Пальмас Также мы не знаем Как депортива Сейчас на подъеме Или это была Какая-то вспышка Одноразовая Но посмотрим Очень интересный тур Степень между выходных Ну что Я тогда Хочу тебе Кое-что предложить Мне Геф До программы Написал Что Сегодня нужно Провести Жеребьевку Кубка Испании Поэтому Сейчас мы С тобой Будем вытаскивать Бумажки Сейчас мы Их еще Подготовим И обязательно Проведем жеребьевку Чтобы все Видели Что у нас Все по-честному Немножко О жеребьевке Расскажу У нас 14 команд Стартует Стартует Сначала Сегунда В кубке И Будет у нас Две корзины В первой корзине Будет первые 7 команд А во второй корзине Будут вторые 7 команд То есть Чтобы первая Стере седьмая Не сыграла Друг с другом На ранней стадии Вот Так что Друзья Не переключайтесь У нас все будет интересно Со мной был в гостях Игрок команды Панферодина Спасибо за то Что к нам пришел Антон Всего доброго Пока Всего доброго Спасибо что пригласили Всем пока